ну что тогда запись идет мы работаем не только для тех кто в чате мы работаем для тех кто будет нас смотреть в записи всем привет если вы здесь первый раз давайте я представлюсь меня зовут шулях и я программный директор конвенции global фитнес тренер мы делаем мероприятие онлайн оффлайн с июня этого года у нас 1500 появились тренерские эфиры и помимо методики я общаюсь с разными презентами собственно с константином мы не знакомы мы должны познакомиться вот буквально в воскресенье но чуть-чуть онлайн дал возможность заранее пообщаться это эфиры интервью где мы просто разговариваем я говорю что это эфиры для своих хотя у нас очень много людей в чате ну в смысле тех кто смотрит нас у нас все эфиры выкладываются обязательно на youtube вконтакте и т.д. 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 можно пересмотреть и собственно я уже много с кем общалась в принципе мы говорим с презентами о секретах мастерства об идеальных уроках о том чем уроки на конвенциях отличаются от уроков в зале ну и я пойду простите меня по стандартным вопросам тем более интересно как отвечают разные разные люди на них итак самый самый первый вопрос если бы с нами ну безусловно с нами константин баев презентом фитнес-директор человек с огромным опытом да но это говорю я я видела резюме а если бы была возможность самостоятельно себя представить вот буквально в двух-трех тезисах то как бы ты это сделал константин баев которого всегда все просто на классах на уроках на на конвенциях там плана классов группе и там ли зале или на классах на самом деле говорят все это не так на самом или запрос фитнеса все все просто поэтому так что должны знать о тебе люди которые случайно прям залетели на эфир не которые пришли целенаправленно потому что увидели анонса вот просто знают что в 1500 у нас что-то происходит здесь полезное что знать должны но я знаю что опыт потрясающий что есть и менеджерский там и презентерский опыт но это я все рассказываю ну опыт большой очень сильно первых меня 20 уже один год опыт педагогический я преподаю в кольже алимпийского резерва преподаю гимнастику спортивных улетей то есть воспитываю детей там с 14 16 лет до 25 меняют там на как бы стараюсь то же самое принести в часовой урок по фитнесу который есть поэтому могу я всем задаю вопрос если бы не фитнес то что вот в твоем случае видимо это спорт и этот вопрос не работает получилось так что как просто дополнительный набор начался с этого просто зарабатывать деньги изначально поэтому по сути по браку призвание педагог преподаю то есть как бы очень давно уже и тренирую детей и воспитываю учу работал на налетать в общежитии воспитателем гонял там что-то не пили не курить и так далее много сидел но я буду сегодня про фитнес спрашивать а помнишь свой вот конкретно первый фитнес урок вот как вышел на группу первый раз конечно помню во первых я устраивался просто шел по грани зашел ничего не зная при этом а фитнесу постарал меня имел он ничего не умел вообще зашел мне говорят требует инструктора я зашел мне поставили степ я поднялся него спустился посмеялся постоял просто потому что ничего не знаю вам завтра степ идите работать учитель обучаетесь учите вернее я нашел кассету видео кассета квадратная была кто не знает стал виден гнитофон еще я выучил урок клювика марка оливера и просто его пошел дал нагрузки плане несложно было потому что он тоже самое преподавание да то есть пошел дал мне было два клиента на первом классе через месяц был полный зал здорово тогда можно спросить в принципе вот со времен клювика до сейчас сколько поменялось насколько вообще фитнес поменялся насколько молодые люди молодые презентеры другие принципе особо ничего не поменялось при все придумал давно очень давно-давно в древней греции просто просто переделывают как люди немножко под себя так чтобы было сделано давным-давно так все и поменялось просто иметь раньше было просто больше ограничений на во всем там нельзя было там делать то-то-то сейчас просто больше свободы то есть больше информации очень намного то есть раньше не было видео не интернета не было ничего сейчас это можно везде найти ну единственное раньше были конвенции по мощнее чем сейчас на нем придумают скорее всего помощнее потому что там прям приезжали мировые звезды там разные совершенно люди были были сейчас маленько как бы так тоже очень весело классные ребята все кто начинает там ну конечно классно хорошо тогда вопрос такой в зале в обычном вот фитнес-клубе формате любого группового расписания идеальный хороший качественный урок каким он должен быть о чем тренер должен помнить обязательно что бы не случилось ну идеальный урок он нужен чтобы все нужно подготовиться готовить все урок чтобы он был идеальный он нужно знать инструктор имеет в виду что он будет давать 100% от и до где он будет что менять что усложнять что делать если брать этот тэп уровень куда свой класс также он готовит что он должен знать о клиентах которые пришли он в принципе должен знать кто пришел первый раз и им предупредить что будет чтобы не знали что их ждет а так в принципе все зависит только на структура просто нужно готовить круг каждому причем и будет все тогда идеально смотри интересно у тебя спросить как собственно у человека с опытом не только в тренерской части но и с большим опытом руководящей должности я просто много общаюсь с управляющими собственниками бизнеса и всегда групповые программы остаются непонятными ну то есть как определить хороший инструктор перед тобой не очень хороший вот идешь ты мимо зала заходишь в зал вот если ты управляющий клубом вот как понять что все хорошо ну не наверно привезло скорее всего потому что я когда я пришел на должность по проходящим не дали делаете хочешь изначально я просто брал всех самых самых топовых до времени презентеров они были то есть училища в школе старый я их собрал просто и сделал косяк команды который такой очень сильный довольно поэтому мне повезло а если приходят новенькие люди я их просто ну кто устраивается на работа я просто приглашаю нас так себя на степ и смотрю на их реакцию как они бы себя вести что не сделали к них политое на крайне совести морально в нормальном плане если они выдерживают все я начинаю дальше с ними обучать их там говорить что неправильно правильно там если они морально не могут выдержать только сожалению я даже не заморачиваюсь получается он психанул да там начать психовать там и и развенулся ушел сил нет времени тратить временно человек а если он там не получается он дальше смеется пытается делать там да с этим человеком можно будет дальше что-то сделать как будто повезло что у меня были очень хорошие супер они сейчас почти все работают до конца то есть он в косяк почти не меняется то есть как бы там плюс-минус один человек живет кто выживет молодец тот подходит для этой работы у нас почти кто пришел изначально почти все работают то есть там то есть было два-три места добить там до забили что они они уходят это уходят наберем но хорошо а продаж по больным тема пройдет я не занимаюсь продажами но не просто весь вид нас оборудование все обучение все все уроки все написания радовались я частью не занимаюсь у нас плана для продаж такой программ нет мы не имеем права персоналить у нас кубики такие данные ну и представитель на тренажерном зале у нас клуб 55 сетей то есть нас все забиты институты у нас нет там одна тренировка и все у нас всех там трех по 20 по 30 недель то есть мы не занимаемся продажами у нас именно групповые они занимаются кто работает в зале у них там свои свои бонусы и так далее свои там так интересно на самом деле я в первый раз слышу вашу историю прям я в воскресенье в этом плане повезло то что мы не занимаемся продажами вообще никак если хочешь заниматься продавая какие будут там бонусы но у нас это идет у нас нет времени на это там допустим тебя в день по 3-4 класса то есть ты отвел и пошел какой-нибудь домой кто хочет персоналит но они платят аренду они у нас не на не на процент просто отвели заплатили аренду делайте хотите прям мечта друзья мои все кто не хочет продавать все видимо в новосибирск можете прям не продают кроме федеральных сетей только федеральные сети продают остальные клубы так работает ну остальные пытаются посмотреть на сети и ну я имею ввиду вообще по россии хорошо с продажами разобрались круто и интересно и я надеюсь что кто-то себе галочку поставил что бывает и такая система и что тренеры могут так развиваться развитие тогда вопрос для инструктора групповых программ на твой взгляд как развиваться куда развиваться не знаю может быть чему учиться на мой взгляд нужно посещать все мероприятия которые проходят которые ему нужны бы совершил он стать там групповым именно при я возьму там степа например да что под проще будет понимать да можно конечно просто в интернете но это будет совсем не то нужно ходить двигаться часть конвенция мероприятия обмениваться энергии сидя в зале ты ничего научишься ничему у нас обязательно все институты посещают в течение года два-три мероприятия либо в городе либо там уезжают в Москву и так далее нужно именно вот учиться 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 на месте нужно все время двигаться учиться перемещаться развиваться хорошо а тогда я мне все равно интересно ваша система организации я сейчас прям туда уйду а рейтинг является показателем то есть вот количество людей на занятии является до является является нас к сожалению участие у всех независимости от времени у всех там минимальный набор нам поставил начальник ну и ранее это поставил чтобы на классе было минимально столько человек как бы всегда есть минимум то есть как бы его устраивает у нас тем более но есть класса где-то быстро не хватает даже места то есть там ходовое время является конечно является если человека нет народу просто убираем либо меняем класс и выбираем человек хорошо а есть какие-нибудь самые популярные программы по-разному у нас у каждого человека свои программы там у кого-то если у меня там стоит дал кого-то там только силовые классы у всех прям вот только сайкл они только там драм ведут как бы все 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 универсалы еще скажу на стену как-то все но у каждого все равно на своем классе мы прям подобрали чтобы народ был всегда не за год сделано за вопрос но есть целая система там все работает это не лезет и все хорошо то есть степ рейтинговый у меня да в понедельник днем было 24 человека много нас это как бы при условии что максимально ходит человек 40 24 человека 2 часа дня рабочего это очень хорошо есть какой-то секрет тогда как набрать в понедельник днем 24 человека ну потому что это действительно класс цифры не знаю просто работа хорошо народ веселительный мы рисунок теперь больше всего аниматоры чем тренера поэтому ты ночь степени работа групповые программы стандартный вопрос следующий я же обещал экспресс режим поэтому я буду сюда урок на конвенции урок в зале чем но чем на твой взгляд отличается причем не для тебя как для презентера а наверное совет для тех кто внизу пришел на твой урок вот что надо брать брать ли полностью как адаптировать как получить максимальную пользу я на себя я как бы начал работать и через год попал сразу на конвенции где там были мировые звезды все там очень много людей я пришел не понимание что происходит вообще просто ходил 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 да потом я начал ходить уже искать какие-то фишки просто для себя как бы освоил половину ходить на конвенции просто что-то новое найти но это часто снижение все меньше и меньше происходит в моем случае да это приходит первый раз у них цель просто проник атмосферой походить понять что это такое и не сдаваться просто идти и тетя вот нас конвенция была в москве вот буквально на этих выходных и нам поставили класс степой 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 соколовым последним у нас на классе как бы осталось более немного человек потому что был шестой час степа сложновато как бы пятый вернее час степ и как бы народ все равно доходил до конца все хорошо это не получалось но они не сдавали все равно ходили 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 а те кто уже второй третий раз что надо забирать ты не знаю там энергетику энергии искать новые фишки новые расклады новые там сюда для них именно что новое будет что как можно по-другому сделать новые там способы взаимодействия с людьми различные хорошо ну и наверное заключительный вопрос я его тоже задаю всем независимо вообще от стажа от опыта чего-то 20 лет что ты делаешь фитнесе делаю ну конечно я саша фамино этот вопрос задавала мы мило обсудили я понимаю через 20 лет фитнесе мне будет сколько 65 но если фитнесе оставаться надо переходить на бой более мягко я принципе я считаю что можно так же степ вести вообще без проблем степы и рады по вообще легко у нас такое такое вещь что если что-то не работает он умирает если человек будет двигаться он будет двигаться и 60 и 70 и 80 конечно ты бросаешь что-то года 3-4 и это отмирает тебя данная функция организма поэтому если двигаться также будешь двигаться но я не думал что я буду работать в фитнесе в то время к следующему дальше можно то что уйду но сокращусь это возможно возможно мясная работа я преподаю преподаю педагог я преподаю кучу детей обучаю их там учу будучи учителей будучи тренировок обучает точнее там что мне нравится люди приходят они выходят другие за три-четыре года они просто меняется полностью не это как бы морально фитнес мне просто как бы как хобби скажем хорошее хобби круто когда ходу достигаешь хорошего прямо результата такого которым можно гордиться можно говорить что у всех было такое хобби просто ну да просто получать почему не делать смотри ну и давай тогда прям совсем заключительный вопрос просьба воскресенье мы встречаемся от тебя приглашение всем тем кто будет на твоем классе все будет просто и легко поверьте все все сделать у нас будет несложно класс как обычно спасибо тогда что нашел для нас время встречаемся в воскресенье безумно рада была прям очень спасибо пошел пошел на степчик на степчик на степчик правильно пусть люди радуют пока спасибо пока спасибо и